Сегодня такая очень популярная лекция, очень-очень, а где моя доска? О, вот она, отлично, да, вот, значит, которая называется «Математика повсюду», и так как ее повсюду очень много, то я выписал штук 20 сюжетов, которые все могут называться «Математика повсюду», и мы сейчас их с вами разберем, ну, некоторые из них, наверное, посмотрим. Начну с истории, которую мне рассказал такой Николай Пак, который начальник Лиги роботов в Новосибирске, может быть, знаете такую организацию, в общем, он рассказал такую историю мне. Звонят ему из интернет-конторы и говорят, какой у вас, вот ваш интернет, да, ну, если мне звонят рекламщики, я сразу им угрожаю штрафом 100 тысяч, они тут же вешают трубку. А он, значит, решил поговорить. Они пытались ему впарить какой-то быстрый интернет. И он говорит, ну, меня все устраивает, то, что у меня сейчас, зачем вы мне звоните? Ну, как вас все устраивает? Вот какой у вас пинг до Америки? Пинг – это время взаимодействия, да? Вот. Сколько время должно пройти? Он говорит, ну, ну, не знаю, доли секунды, говорит. Они говорят, а у нас 3 миллисекунды. После чего он спросил у этой девушки, которая звонила, какова, с ее точки зрения, скорость света. Она не поняла вопросов. Просто не поняла вопросов. Итак, 3 миллисекунды до Америки. На каком тогда расстоянии Америки? Не говоря о том, что речь идет о Новосибирске, откуда Америка, еще дальше. Какова скорость света? 300 тысяч километров в секунду, правильно? Предположим, что пинг в одну сторону измеряется, хотя, наверное, имелось в виду гобби, но неважно, сделаем, поиграем на чужой этой самой половине поля. Итак, за сколько? Куда долетит свет за это время? Вот. Пролетит он. То есть сколько примерно пролетит? Ну, сколько? Да, он до Москвы долетит едва-едва из Казани. А из Новосибирска он долетит в соседний Омск. В Америку не может. Вот. Ну и он, так сказать, он, видимо, попытался объяснить ей, что она себя будет позорить, если дальше будет так рекламировать. Ну, или там их контору будет позорить. Но так как она не знала, что такое скорость света, то дальнейший разговор был сложно вести. Вот. Так что, если вдруг вам будут звонить и говорить про пинг до Америки и предлагать его за 3 миллисекунды, вот вы можете тоже потроллить соответствующего рекламного агента просто. Так. Значит, вообще, когда я думал про то, что такое, что могло бы быть содержанием математика повсюду, Максим, который меня позвал, спасибо ему большое, вот он меня тут представлял, он говорит, ну, математика там в разных науках, в той, в другой, в третьей науке, в четвертой, там, химия, биология, география, социология, экономика, да, пройтись по ним. На самом деле, сюжеты, например, связанные с математикой биологией, это обширная очень тема, она много-много лекций, даже не буду ее касаться, но вот с химией у меня был один забавный эпизод. Значит, даже это уже не химия, это скорее биохимия, то есть что-то между биологией и химией. У меня есть давний друг из Саратова, который занимался некими кристаллами, какой-то кристаллографией, и он меня спросил в какой-то момент, вот сколько вариантов для размещения молекулы в пространстве. И показал некоторую такую кривую очень молекулу, ну типа тетраэдра, но совершенно неправильного тетраэдра, а какого-то бог знает какого там, с произвольными ребрами, и говорит, это вот молекула какого-то вещества, не помню какого, говорит, вот сколько вариантов его расположить в пространстве. Я говорю, я не понимаю вопроса, ну как, он покрутил, это новый вариант или нет, да? Но если ты вращаешь, бесконечное количество вариантов, да? Нет, 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 это понятно, это, говорит, понятно, ясно что. С точностью до вращения. Что же он имеет в виду? Что он имел в виду? В общем, мы настраивали диалог минут пять, прежде чем я понял, что он имел в виду. Он имел в виду принципиально различные реализации пространства вот такого косого тетраэда. Их две. Та, которую мы видим, и та, которая в зазеркалье. Понятно, да, что я имею в виду? Кто залезал когда-нибудь на мотку, привет на мой канал, там есть съемки со стеклянной доской. На ней мы здороваемся левыми руками, пишем левой рукой, да? Ну, в общем, там вот то, что вы видите, это зеркальный образ человека, да? Меня и моих гостей. Зеркальный образ. Мы не можем его достичь никаким образом здесь, ну, по крайней мере, наше знание о мире, состоит в том, что мы не можем так пропутешествовать, чтобы вернуться с сердцем справа. Вот. Но если мы попадем туда, вот, в антиподальную зону, если мы совершим отражение относительно плоскости, то мы такими и станем. И он имел в виду именно это. То есть он имел в виду, что два варианта положить тетраэдр вот так, и зазеркалить его, и так это будет тоже вариант этой же молекулы, но с какими-то другими свойствами. А вот в физике есть тоже про этот сюжет, к сожалению, я в нем достаточно плохо разбираюсь. Сюжет, связанный с каким-то бета-распадом, что ли, там, в общем, каким-то странным образом, наш мир, он выбирает одно из двух направлений за правильное, другое за неправильное. Есть какие-то законы природы, которые вот несимметричны относительно такой зеркальной замены. Но это физикам виднее, я не буду в это лезть. Вообще, как бы, когда говоришь о математике на чужих науках, то немножко боязно, что ты залезаешь на территорию, так сказать, где другие смысловые конструкции есть, и с ними язык нужно вначале наводить, как вот в случае с химией, ну и потом что-нибудь ляпнешь такое, оно там, например, не имеет смысла, может быть, оно и верное в этой науке, утверждение, но смысла особо не имеющее. Поэтому, так сказать, мы сейчас ограничимся случаями, когда действительно математика вот, она врывается в жизнь и говорит что-то вполне вразумительное. Вот, например, еду я в лагерь, который называется Сириус. Знаете, да, такой лагерь есть для отдаленных детей. Ну и там время от времени я там читаю лекции, ну как бы все животные равны, но некоторые равнее других. Сириус в пандемию не закрывался. Вот, или там закрывался, может быть, на месяц или полтора, не больше. Потом снова открылся, всю осень там были занятия, но они там очень жестко, вот осень, например, я не смог проехать, потому что во мне нашли остаток болезни коронавируса, хотя она давно уже прошла, и не пустили там какие-то тела, там еще жили, тела М, какие-то жили. В общем, не пустили, осень мне не смог побывать. До этого я очень много раз туда ездил. И вот, значит, я ехал с лекцией математика спортсменом. Называлась она. И я готовил свой излюбленный сюжет про футбольные расклады в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Вот, и, значит, ну там такая вот ситуация сложилась, например, я сейчас приведу этот футбольный рассказ, потом расскажу историю про Сириус. В 13-м, дробь, в 14-м году в Лиге чемпионов три команды Боруссия, Арсенал и Наполи набрали одинаковое количество очков. Очень большое. Ну, а выходит только две. Так вот, значит, они набрали максимально возможное количество очков, вот максимально возможное, при котором еще не гарантирован выход из группы. И в результате одна из команд может гордиться, да, та, которая не вышла, я не помню, которая была мне, это мне в комментариях в Ютьюбе прислали в какой-то момент. А, конечно, я читаю лекцию, говорю, вот смотрите, теоретически возможно вот это, это и это. А если кто-то знает, что практически, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, и там возник комментарий Алексея Владимировича, в 13-м, 14-м году ситуация эта была. Итак, вот три команды перечисленные, набирают максимальное количество очков, не гарантирующие все еще прохождение во второй тур, ну, в смысле, в весеннюю стадию, и, соответственно, одна из них попадает с этим максимальным количеством очков, с которым еще теоретически можно выпасть. Чему равно это количество очков? Нет правильного ответа пока. А? 12. Да. Ситуация 12-12-0. Вот такая ситуация была в 13-м, 14-м году. Значит, что я тут могу сказать? Первое. Нужно объяснить, как такое могло получиться. Понятно, что вот этот слил все шесть партий, да, вот, и дома, и в гостях. А между ними, ну, они заработали по шесть очков за счет вот этого, да, который всем слил. А что еще случилось? Правильно, ничьей здесь недостаточно. Именно один раз проиграл, один раз выиграл. То есть, грубо говоря, достаточно, например, что каждая из каждой сыграла так, что победили всегда дома. Все победы, все шесть побед дома, тогда как раз получится, что в каждой паре разыграл шесть очков, три плюс три. Вот, три-три, три-три, три-три. Как раз дополнительные шесть все направили, все направили по 12, и вот по дополнительным показателям, которые там высчитываются по количеству голов, по-моему, там, ну, там есть несколько градаций, да, которые важны при этом. Вот с того, как очки одинаковые, личные встречи здесь ничего не решат в данном раскладе, значит, соответственно, смотреть там, кто больше голов, забил или разность мячей вначале, если разность одинаковая, то больше голов. Вот, ну и в конце концов, значит, одна из них вываливается, и может всю оставшуюся жизнь гордиться, что она с максимально возможным числом очков не вышла из группы. Но математика здесь должна доказать, что с 13 выйти, не выйти невозможно. Как доказать строго математически, что команда, которая набрала в первой, в этом, ну, в турнирной стадии, в групповой стадии Лиги Чемпионов, 13-точку, точно вышла из группы. Да. Да, абсолютно верно. От противного. Предположим, что она не вышла. Тогда и здесь, и здесь тоже не меньше, чем 13 очков. Может быть больше, но не меньше. Но тогда в сумме на этих троих уже 39 очков, а у нас всех партий 12 вообще в группе, и в 12 партиях можно набрать от 24 очков до 36, но никак не больше 36. Если все они закончились не ничего результативно, то это 36 суммарных очков, а здесь получается 39. Вот и противоречие. Следственно, 13 очков точно достаточно для выхода из группы. Большое спасибо за совершенно строгое формальное рассуждение. Ну и следующий вопрос, конечно, такой. Перенесемся в 2000 какой-то лохматый год. Возможно, в 2005, но я не помню. Спорт-экспресс выходит там, радостные локомотивщики поздравляют друг друга на поле команды «Арсенал», который они только что слили, 0-2, с выходом на вторую часть Лиги Чемпионов. Расклад такой. 18 у «Арсенала», 7 у «Локомотива» и еще, еще меньше, еще двух. Вот такой вот перекошенный расклад. И в результате «Локомотив» проходит в весеннюю стадию. Вопрос. А насколько еще можно меньше сделать с проходом в весеннюю стадию? То есть то были случаи суперневезения, да, спортивного. А теперь начинается супервезение спортивное. Вот «Локомотиву» дико подфортированным, семью очками смог пройти. С каким количеством качков можно еще пройти? Четыре! Как? Правильно, победа ничего не получится, можно формально доказать. Значит, и четыре рисуется так. Вот то, что такой расклад был, я не уверен. То есть вот то, что вообще про 12-12-12, я не был уверен, что он был, но мне прислали, что он таки был. Вот здесь, если кто-то из вас обнаружит в интернете, ой, ну не в интернете, а обнаружит в истории Лиги Чемпионов вот такую ситуацию, пожалуйста, скиньте мне. Я думаю, что ее никогда и нигде не было. Ситуация стоит в следующем. Одна команда мочит все во всех матчах, которые она с ними проводит, получает максимум 18. Все остальные три друг с другом играют ничью по два раза и проигрывают ей. Значит, каждая команда сыграла четыре ничьих, проиграла две партии лидеру, и у каждой из них по четыре очка. Кто-то из них умудряется вывести вверх. Но немножко более сложное рассуждение показывает, что с тремя очками выйти нельзя. Ни при каком раскладе. Там, по-моему, что-то похожее надо посмотреть, сколько очков получается. В общем, там немножко сложнее из-за того, что включаются ничьи в рассуждение. Вот. Так вот, еду я с этим моим любимым сюжетом в спортивную смену Сириуса. Звонит мне начальник лагеря Алексей Николаевич Горбачев. И говорит, Леша, ты что будешь рассказывать? Говорю, ну вот, футбольные группы. Футбольные? Плохо. У меня хоккеисты. А я еду на электрический уже мимо, ну, мимо Сочи уже. Я уже проезжаю Сочи, еду к Кадлеру, у нас осталось Олимпийский парк. Ну и пешочком немножко. И сразу же лекция. Давай, говорит, для хоккеистов что-нибудь. И мне нужно переписать этот сюжет на какой-нибудь хоккейный. И, ну, в Сириусе, на самом деле, народ, даже среди футболистов, весьма смехливый. Я думаю, ну, ничего, мы, ну, в смысле, даже среди спортсменов. И я думаю, ладно, мы на месте додумаем его до конца. Вот. И я приезжаю с полурешенной задачей. И мы на месте ее дорешиваем прямо в процессе лекции. А задача такая. Я хочу просто сейчас сделать вид, что я ее не решал, и мы сейчас вместе ее будем решать. Вместе с вами. Задача такая. Чемпион мира по хоккею. Кстати, он скоро начнется, да? Вот-вот должен начаться. Он обычно на майский, да, идет. Вот. Так вот. В группе сколько команд? Вы не любите хоккей? Агварс, проснись. Это у меня старелые, да, сведения уже? Прошу прощения, да, старелые сведения. Я, нет, или все-таки нет. Агварс здесь играет, да? Ну, и вы не знаете, сколько команд в группе в Чемпионате мира? Никто из присутствующих? Не может быть. Восемь команд в группе. Восемь команд в группе. Там две группы по восемь команд. Там все устраивается так. Вот эти вот друг с другом рубятся. И вот эти друг с другом рубятся в группах. Всего 16 команд участвуют в Чемпионате мира по хоккею. Они разбиваются на две группы по восемь. Первые четыре выходят в следующую плей-оффную стадию. А эти разыгрывают турнир неудачников, которым определится, кто вылетит на следующий год. Не будет участвовать уже совсем в Чемпионате мира. А вместо него придут отсюда, там, Италия, Израиль. Какие-нибудь такие команды. Так вот, здесь, однако, по понятным причинам будет вот так. То есть четверть финала, если вы первый, вы играете с четвертой в той. Если второй, то с третьей и так далее. Ну и дальше уже понятно все, как это самое. По каким-то следующим спаривательным законам играют победители пар. Но вопрос интересный с точки зрения математики стоит в том, с каким количеством очков Х можно умудриться выйти, а с каким количеством У можно умудриться не выйти из группы в Чемпионате мира по хоккею. И здесь опять ситуация как бы экстремального спортивного везения и экстремального же спортивного невезения нужно рассмотреть и попытаться понять, как, значит, нам эту задачу решать. На самом деле в хоккее ситуация совершенно симметрична, в отличие от футбола. В футболе ничья выглядит сильно иначе, чем победа, потому что в ничьей разыгрывается два очка, а в победе три. Но зато в хоккее гораздо больше групп. Так, ну если вы небольшие любители хоккея, то вы даже не знаете, что такое овертайм, да? Знаете. Ну ладно, извините. То есть вы знаете, что хоккейный матч заканчивается либо с таким счетом, либо с таким. То есть либо, я имею в виду не счет, счетом он хоть 15-0 будет заканчиваться, если там Россия с Италией сыграет, например, я думаю, 15-0, это проблема, да, им накатаем. Вот. А вот именно имеется в виду получение очков. Сколько очков? Можно получить три очка, и тогда противник получит ноль. А можно получить два очка, а противник получит один. Это происходит в случае, если за 60 минут ничего не разыграно, да? Тогда игра переходит в овертайм, там 10 минут играют. Если кто-то кому-то засадил, значит, за это время, то… Ну это не золотой, если я не ошибаюсь, там не золотой гол, там по результату овертайма смотрят. А может и золотой. Ну в общем, так или иначе, если N заканчивается, то это 2, 1. Если ничья, то что происходит? Не-а. Буллиты. Стоит вратарь и нападает этот сам. Но там он как бы не сходу бьет, как в футболе, а он ду-ду-ду-ду-ду и должен как бы закатить мяч. Если не закатил, то все. Значит, соответственно, кто по булитам выиграет, все равно это 2, 1. То есть в сумме разыгрывается три очка. И ситуация на самом деле очень симметрична, поэтому если мы поймем, чему равно X, мы путем полного обращения стрелок поймем, чему равно Y, грубо говоря. Итак, кто больше, что называется? Кто больше? С каким количеством очков можно умудриться не выйти, при том, что это количество очков очень большое? Давайте попробуем вместе это понять, нарисовав соответствующую диаграмму побед и поражений. Нет, каждый с каждой все один раз. А, ну да, в хоккейном чемпионате мира каждый с каждой один раз. Но не на вылет, а на количество очков, потом с очки суммируются. То есть это групповая стадия. Значит, сколько будет матчей? Первый вопрос. Сколько будет сыграно матчей в группе? Сколько? 28, молодцы. И вот этот ответ тоже правильный, потому что это тоже 28. C из 8 по 2. Вот сколько. Биномиальный коэффициент. Количество пар из 8 элементов. Нужно, чтобы сыграла каждая пара. Сколько пар? Вот столько. И это 28. А это значит, что в сумме вот это вот число очков, вот это в сумме дает сколько? То есть если вы мне не верите, возьмите любую таблицу в любом чемпионате мира по хоккею, посчитайте очки и получите, что в сумме 84. А если нет, то кто-то ошибся. Хорошо. Как же нам их распределить, чтобы получилось, что вот этот много-много набрал, но не попал в пятый все-таки, а не четвертый? То есть как мы будем делать? Это сейчас будет дизайн матчей. Мы своими руками напишем, кто у кого должен для этого выиграть и кто кому должен проиграть. В каждой паре мы должны изобразить граф, направленный граф победы и поражений. И тогда мы, так сказать, поймем, какое здесь может быть максимальное количество очков. Но давайте думать, из каких соображений мы исходим. Шестого, седьмого, восьмого, ноль. У последнего ноль, да? Вот не может быть. Почему? Они с друг с другом тоже играли. То есть на самом деле, смотрите, есть вот очень хороший вопрос сейчас задан, что какое количество очков мы никак не можем отдать вот этим? Это то количество очков, которое разыграно этими тремя друг с другом. Девять. Девять. И, соответственно, здесь можно написать шесть, три, ноль. Можно три, три, три. Можно какая-то другая комбинация, где два, один будет включаться. В общем, идея в том, что вот эти девять очков неприкосновенные. Их все равно придется вычесть. Их обязательно наберут эти команды в матче друг с другом. Остается. И что же мы должны делать с этими семидесяти питью? Поделить на пять. Конечно, молодцы. Именно так. Нужно сделать здесь по 15 очков. И осталось единственное, что сделать. Вот нужно, ну как единственное, нужно сделать две вещи. Во-первых, продемонстрировать, что так действительно бывает. То есть, какая должна быть система выигрышей-проигрышей, чтобы первые пять команд набрали по 15 очков, а последние три набрали в сумме девять. То есть, например, три, три, три или шесть, три, ноль. И второе, доказать, что с шестнадцатью номер не пройдет. Но с шестнадцатым номер не пройдет, я думаю, уже понятно, почему, да? Потому что иначе вот эти девять мы не наберем. Тут будет шестнадцать, 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 это восемьдесят очков. И на этих останется только четыре. Поэтому уже понятно, что шестнадцать очков вам гарантирует выход из группы. Это уже понятно. Иначе бы на тех осталось меньше девяти. А вот гарантирует ли пятнадцать? Ну вот кажется, что не гарантирует, но нужно нарисовать соответствующий граф. Сейчас будет очень красиво. Итак, вот эти трое, это такой треугольничек, например, сыгравший друг с другом по кругу или другим любым образом. Это совершенно не имеет значения. Здесь могут быть любые результаты. Здесь пятиугольник из этих пяти оставшихся команд, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, которые все пятнадцать матчей сюда выиграли. То есть для любой х отсюда и любой у отсюда, х выиграл у у, а еще там, ну как бы, не в овертайме. Три очка против нуля. То есть это пятнадцать побед. Пятнадцать побед пяти команд против трех команд. С каждой пять и три пятнадцать. И на каждую получается девять очков. Значит, соответственно, по девять они получили, играя с люзерами вот этими. Хорошо. Остальные шесть они должны набрать в игре друг с другом. Ну вот, например, так. Первая выиграла у этой и у этой. Вторая выиграла у этой и у этой. Третья у этой и у этой. Ну и дальше понятно, да? Четвертая у этой и у этой. Пятая у этой и у этой. То есть у меня два настоящих цикла побед и поражений. Один из которых идет по звезде пятиугольной, а другой по всем ребрам пятиугольника. И там вовсе диагонали занимаются, составляют два объединения двух циклов. Каждый выиграл у двух и проиграл двум. Получается пятнадцать очков. То есть по шесть добавилось им за счет этого. И у меня получается, что теперь уже не важно с каким счетом, потому что из пяти команд по пятнадцать одна выпадает из полуфинала. Из четвертьфинала. Вот так. Но я могу сказать, что я не верю в то, что когда-нибудь в истории это было. Потому что вероятность такого исхода очень-очень-очень низкая. Не то, чтобы я сразу мог сказать, как его посчитать. Потому что там же есть всякие симметрии. Можно эти пять команд запустить. Вверх можно те. Там можно поменять порядок внутри этих колец. Но я предполагаю, что вероятность такого исхода... Вот моя догадка такая чисто слепая, что это одна десятитысячная примерно получится. То есть не что-нибудь типа один делить на десять сотый. Но что-то такое, что как бы ну вот десять тысяч, может быть, да, если сотни лет были бы эти хоккейные турниры, может в какой-то момент это и настало бы. Но хоккейных турниров мало, все-таки столько не было. В общем, моя догадка, что такой ситуации не было никогда. Но если я не прав, то же вот тут вот в этой лекции, которая будет залита нам на канал, вы прям указываете, вот блин, Саватеев, ты опять ошибся. В фактической стороне дела. Или Боря Трушин скажет, в интернете кто-то не прав. Саватеев, в 1979 году была такая ситуация в чемпионате мира по хоккею, да? Вот. И счет станет 3-3 или 3-2 там в его пользу. Если мне хочется, чтобы появился супер-везунчик, который вылез каким-то чудом из группы с очень малым количеством очков, да, конечно, 6, и мы понятно даже, как строим. Ну там как бы все наоборот, я не буду подробно сейчас рассказывать, будет все наоборот. Значит, вот эти 3, они выиграют все, каждый выиграет все 5 матчей у этих. Поэтому по 15 очков получат за счет тех. Плюс по 3 очка, значит, друг с другом, ну либо как-то иначе. И у них возникнет 18-18-18. А эти, они полностью сольют этим 3, а друг с другом наберут те самые 6 очков, которые здесь нарисованы. Ну и довольно просто доказать, что ниже уже не бывает. То есть вот в этой ситуации вот этот вот товарищ умудряется вылезать. То есть может быть такое, что, например, на одном и том же чемпионате мира в одной группе одна команда не вылезет с 15 очками, а в другой группе какая-то команда вылезет с 6, да. И вот это будет реально круто, да. Вот это будет эпик фейл такой. Вот, ну конечно, в реальности мы вряд ли можем такого ожидать. У нас, мы находимся на территории 16 рус, правильно? Но также еще есть несколько. Какие еще присутствуют? 116, да? Сколько? 716. Пока все, да? Так вот вопрос. Сколько может быть машин выпущено с соответствующим окончанием? Ну, например, 16. Ну, конечно, с этими тоже самое будет. Поднимите руку, кто этот сюжет видел. У нас большая ротация, да. Первый вопрос состоит в том, из чего вообще состоит номер машины. Да, три буквы и три цифры. Буква, цифра, 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 буква, буква. Но, в принципе, для нас это совершенно не важно. Не имеет никакого значения. Можно считать, что просто три буквы есть и три цифры. Так, с тремя цифрами, наверное, все понятно. Сколько комбинаций из трех цифр? Тысяча, да. Единственное, чего не бывает, это вот такого номера. Поэтому, по правде говоря, их 999. Ну, если мы не будем заниматься точным счетом, все равно там наверняка какое-то количество номеров берут на какие-нибудь резервные цели. Можно просто считать, что, грубо говоря, тысяча. Порядка тысяча. А вот здесь как? Так, 33 в кубе, да, то есть? Ай, блин. А я хотел сейчас показать, какая абсурдная цифра сейчас выйдет, да? То есть, давайте представим себе, что мы не знаем этого факта, что не все буквы используются, да? Смотрите, что у нас получится. 33 в квадрате уже больше тысячи. И получится 35 примерно тысяч. Итого, 35 миллионов машин было бы с вот таким окончанием, а так как их три, то это значит, что в Татарстане ездит 100 миллионов машин. А в Москве порядка 350 миллионов машин. Понятно, что это не так. И действительно, из зала был правильный комментарий, что здесь в куб возводится что-то другое. Какое-то число х, безусловно, возводится в куб. Ее умножается на тысячу. И нужно лишь понять, что это за х. И это уже задача не по математике, она по лингвистике. Да, используются только те буквы, которые может прочитать забежалый, прячущийся от коронавируса в России иностранец. Сейчас посмотрим. Ну, на самом деле, давайте я не буду, я сокращу время, не буду выписывать все буквы, чтобы мы поняли, какие используются, а напишу странные выражения. Так, сейчас напишу несколько странных выражений. Смотрите. Мост, рух, навек. Так, еще. Ух, запятая, мастер века. Лекция по лингвистике начинается. Так. Скан, скан. Скан муха верт. Такой скан. Он и сканировать умеет, и мух вертеть. Понимаете? Скан муха верт. Значит. Ну и, конечно, абсолютный тут чемпион, это не в строках ум. Посмотрите. Не в строках ум. Ум в голове, а не в строках, да? Мало ли что может написать какой-нибудь глупый человек. Может, он случайно написал что-то умное. По строкам, написанным имя, решили, что что-то умное. На самом деле, ум не в строках. Вот. И еще примерно 8 очень смешных, неприличных, матерных выражений с теми же буквами. Каждый из вас может вечером поупражняться. 1728. Итого уже гораздо более разумная величина. 1728000 машин с номером 16 рус. Но в Татарстане живет чуть не 4 миллиона человек. Это один из самых первых по населению регионов. Поэтому довольно быстро все закончилось. Пришлось новое открытие. Он тоже закончился. Ну, в принципе, сейчас вот, сейчас в данный момент времени, спустя там 30 лет после этой реформы номеров, оценка такая достаточно точная состоит в том, что примерно на человека выпущена одна машина. Вот за это время. Примерно. Вот. То есть один номер. Один номер. Один новый номер. Поэтому если в регионе населения там порядка миллиона или меньше, то, скорее всего, в нем не появился новый номер уже, вот этот вот 100 с чем-то. А если больше, то уже появился. Если сильно больше, то сильно много появилось. Ну, вот там в Москве и области живет там порядка 25 миллионов. Ну, там, соответственно, около десятка номеров есть. Вот. Вот так. Так что вот такая вот красивая лингвистическая задача, связанная с номерами машин. На самом деле в урбанистике сюжетов очень много. Например, есть такое понятие зеленая волна. Знаете, что такое зеленая волна светофоров? Да, когда вот у нас идет улица, на ней находятся светофоры, например, на расстоянии вот здесь 200 метров, да, потом еще через 500 метров, ну, еще один, допустим, через 300 метров. Вот я даю условные, но очень похожие на правду данные про типичную улицу. Да, вот у нас типичная улица где-нибудь в городе. Вот идет такая череда светофоров, и вот некая машина едет. Вот что интересно. Вот я возьму 4 светофора примерно на таких расстояниях, как я нарисовал. Вот примерно такая картина. И теперь я запущу светофоры абы как, произвольно. Тогда время проезда будет меняться от оптимального, если у меня зеленая волна, до некоторого самого плохого, если все подгадано ровно наоборот. Вот, то есть когда я еду с допустимой скоростью 60, и как раз мне включается красный, еду здесь 60, и как раз мне включается красный, и, наконец, здесь происходит то же самое. Так вот, как вы думаете, каково отношение времен проезда вот на этом километровом участке? Вот если оптимальное, если самым идиотским образом, которым только есть. Нет, правильно, в Е раз примерно. Ну это я так сказал, в Е. Ну, короче, больше, чем в два раза. Где-то между 2 и 3, я считал ручками. Получается в районе 25 км в час средняя скорость проезда максимальная, если неправильно эти светофоры. Ну, а потому что их еще там сильно больше, если это дорога на несколько километров, просто уже полные получается вообще, ну, полное сумасшествие. Вот. Ну, конечно, если случайно включить, то будет не самый худший вариант, а какой-то в середине. Допустим, 40 км в час будет у вас средняя. Но тут все равно, как много потерь, да? То есть тут как бы умная рука, просто человек, который знает, что такое скорость. Ну, вот девушка, которая звонила с пингом до Америки, она не знает, что такое скорость света. И, может быть, не знает, что такое скорость вообще. Но вот человек, который просто знает, что такое скорость, он, конечно, настроит хотя бы сколько-нибудь оптимально. Иначе он может потерять там в полтора раза всех этих самых. Так. Ну что? Еще была шикарная задача. Сколько сейчас времени? Сколько у меня их? Еще некоторое время есть. Значит, я тут недавно поупражнялся в сдаче ЕГЭ по общество знанию, истории. И даже в серосе по географии. Но в серосе я не на время решал, а просто смотрел и решал. В серосе я, конечно, нифига нормально не решил, потому что там очень много чего нужно знать, какие-то названия там. По России я хорошо все решал. А вот когда выходишь за пределы, я там... Ну, по России я просто ездил всюду, поэтому я все знаю. А вот за пределами уже нифига. И... Но некоторые задачи там, прям математика, 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 математика. Там задача о том, что самолет вылетает с Иллиутских островов и летит на восток. Он летит на восток два часа. И, соответственно, известно, во сколько он вылетел по местному времени. И нужно сказать, во сколько он по местному времени прилетит. И там фишка в том, что он пересекает линию смены дат. То есть там как бы задача, да, сообразить, что когда он летит из этого в это, то он прилетает днем раньше формально. То есть он прилетает 1 июня, прилетает 31 мая. Вот, это само по себе взрывает мозг, да, как такое может быть. Вы вылетели 1 июня, а прилетели 1 мая. А просто линия смены дат проходит между Иллиутскими островами и там вот какой-то Аляска или там что идет уже дальше, Калифорния. Вот. И как раз вот он пролетел эти два часа, перелетел линию смены дат. Ну и, конечно, очень много ошибок бывает, что пишут 1 июня. Правильное время, но забывают про 31 мая и пишут 1 июня. Вот. Вот такие вот задачи. То есть даже в географии есть ЕГЭ. Вообще, ой, математика. А в общество знаний там вообще, так сказать, надо сказать, что 3 или 4 места очень математизированных было. Я сдал на троечку. Сдал. Ну не очень хорошо, но сдал. По истории тоже сдал. Общество знания лежит на канале, который называется ЕГЭ с Валентиновичем. Можете найти и посмотреть. Очень прикольный получился ролик. Вот. А история будет у него же тоже впоследствии. Вот. Так что вот такие дела. Там есть, значит, эти самые. Тоже есть математика. Так. Сейчас я вам дам задачу. Вот это вот. Мы продолжаем тему урбанистики. Вот это 4 пункта. Давайте, это не урбанистика связана с городами. Это сельская местность. 4 пункта, в которых живут люди. Ну, хутор или, может, небольшая деревенька. Это объединяется в один район. И нам нужно связать их с сетью дорог. Они находятся в вершинах квадрата. Правильный вот такой вот все четкого обычного квадрата. Нам нужно связать их с сетью дорог минимальной суммарной длины. То есть, грубо говоря, местные власти хотят сэкономить на асфальте как можно сильнее. Ну, как бы, если бы они не экономили, но они как-нибудь соединили бы как попало и все. А вот нужно так, чтобы использовать как можно меньше асфальта. Какие идеи? Круг не может быть, потому что прямой уж путь, по крайней мере, быстрее, ну, короче, чем. То есть, есть такой вариант, есть такой вариант. Какой из нарисованных мной вариантов, ну, вот такой вариант. И диагональный. Какой, короче? Диагональный. Насколько? Давайте вот эта единица. Тогда такой будет 3, а диагональный? 2 корня из 2. Совершенно верно. Два раза по корню из 2. И на самом деле, вот верно вот это, потому что 3 в квадрате это 9, а 2 корня из 2 в квадрате это 8. Поэтому экономия при таком вот очевидном варианте есть. А теперь, внимание, это не оптимальное решение. Нет, 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 игнорируем. Z еще больше. 1 плюс 1 плюс корень из 2. Что? Ничего нет, все честно, абсолютно по-чеснокому. Понимаете? Никакого подвоха. Никакого, я вам клянусь, ничего, что я от вас скрываю. Оказывается, что 2 диагонали квадрата не являются кратчайшим способом связать вершины квадрата в одну сеть дорог. По-моему, это просто полный привет. Вот это реально, вот если кто-то, да, если кто-то первый раз, да, это видит, это полный привет. Вот как это может быть вообще? Я когда это узнал, я сейчас говорю, как Андрей Михайлович говорит, катарсис случился. Катарсис, как в пьесах, да, там, в театре. Вот, то есть просто это невозможно себе представить. Как может быть что-то короче, чем 2 диагонали? Однако может. Сейчас я поясню, как это может быть. Давайте попробуем взять вот эти две и центр. И посмотрим, оптимальна ли вот такая связка вот таких трех пунктов, лежащих в вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника. Или она не оптимальна? Как? Скругление? Если мы будем скруглять, мы точно удлиним. Может быть, имеется в виду что-то другое? А знаете, что такое задача фирма Торичели? Задача фирма Торичели, это задача о том, как в треугольнике найти точку, от которой суммарное расстояние до трех его вершин будет минимальное. И ответ, который дал Торичели, не фирма. Фирма, может, и знал, но скрыл, как обычно он это делал. Торичели дал ответ. Точка должна, из нее должны быть видны все три отрезка под одинаковым углом. То есть это та точка, где 120, 120, 120. Еще там вопрос, как ее найти, но это мы не будем изучать. Она существует по неким общим теоремам о неподвижных точках. В каждом треугольнике есть такая точка. И вопрос, какая точка в этом треугольнике? Ясно, что не эта, правда? Знаешь, чуть выше она идет. Вот смотрите. Это означает, что на самом деле вот такая система дорог более экономная, чем такая. А следовательно, вот такая система дорог более экономна, чем две диагонали. А у нас что получается, если у нас огромный квадрат, делаем еще один квадрат, а у него еще один квадрат, это еще экономная. Не знаю, вот эта вот теорема есть, что это самый оптимальный. То есть, но она трудная. Я могу сейчас продемонстрировать, почему это меньше, чем два корня из двух. Это мы сейчас с вами сделаем. А вот почему это оптимум, это отдельно уже, это как бы надо доказать, надо рассматривать всевозможные системы, их упрощать там некими способами. В общем, это уже такая, это морока. Поэтому мы ограничимся вот просто тем, что попробуем посчитать, какова здесь будет, какова здесь. Значит, нам для этого нужно что сделать? Нам нужно все углы посмотреть. Вот этот угол 120, значит этот 60, этот 30. Дальше, соответственно, что если это 30, то давайте, вот это вот у нас одна вторая, да? Вот это одна вторая. Так. Сейчас придется написать уравнение. Уравнение, да? Какое-нибудь. Значит, если, ну давайте так, если вот это х, вот так сделаем, это х. Тогда вот это х пополам, правда? Это х пополам, а это, соответственно, х корней из трех пополам, да? Х корней из трех пополам. И вот этот х корней из трех пополам, он равен одной второй. Потому что это получилось как раз половина этой длины. Значит, х равен 1 делить на корень из трех. Итак, вот это 1 делить на корень из трех. И таких здесь у меня 4 штуки будет. Теперь мне вот это надо посчитать. Я вспоминаю, что вот это х пополам, и это тоже, соответственно, х пополам. Значит, вместе мы из единицы убрали х. 1 минус х. А х это 1 делить на корень из трех. Значит, 1 минус 1 делить на корень из трех. Это вот это. Плюс 4 делить на корень из трех. Это остальные 4. Итого 1 плюс 3 делить на корень из трех. Но 1 плюс 3 делить на корень из трех это то же самое, что просто 1 плюс корень из трех. Осталось сравнить 1 плюс корень из трех и 2 корни из двух. Ну, можно, конечно, на калькуляторе, а можно и в лоб возвести квадрат. У нас получится здесь 4 плюс 2 корень из трех, да? А здесь 8, то есть 2 корень из трех якобы меньше 4, или корень из трех якобы меньше 2, что безусловно верно. Собственно, тогда на этом мы основную часть лекции завершим. Первая дополнительная часть это вопросы от вас, причем вопросы любые. Можете спрашивать про математику, а можете про что хотите вообще спрашивать. Единственное, что если вы спрашиваете про что-то, в чем я ничего не разбираюсь, я так честно и скажу. А кроме того, я, естественно, вас приглашаю на свои всякие интернет-мероприятия. На свой канал и т.д. Но сперва вопросы давайте. Да. Да всю жизнь. Я думаю, что с трех лет точно можно сказать. У меня по наследству у нас все. Да. Да. Ну, это на самом деле вот фактически задача, она возродилась. Сейчас, как же это, вот у меня выпала фамилия. Французский такой ученый, конца 18-го, начала 19-го века, очень известный. Дядька, он очень одиозный, он стал подавать подобного рода очень красивые геометрические задачи, почему-то неизвестные до этого, но очень простые решения, подавать в разные журналы. А ему отказывали, что типа слишком просто. И он создал свой журнал и в нем все время публиковал. Ну и на самом деле от него там действительно осталось большое наследие очень красивых задач, вот такой минимизации дорог. Но он ее взял у Торичели. То есть он сказал, в этой картине не будет максимум, потому что если бы он был, то задача фирма Торичели был бы оптимум в прямоугольном треугольнике на двух катетах. А это не так, потому что фирма и Торичели нас научили, что это не так. Но постепенно, на самом деле в науке так накапливается понимание, в какой-то момент кто-то доходит до чего-то и объявляет об этом. Еще были, по-моему, вопросы? Да? Да. Нет, нет, честно нет. То есть я, какие-то статьи публикуются, но это из тех, что я сделал давным-давно, результаты, которые лежат просто в ящике для отписки от Минобра и все. Потому что статус профессора означает, что я должен что-то публиковать по нынешним дням. Но реально это все старье. Я ничего нового сейчас не делаю. Ну мне просто не очень интересно это. А на какие-то сверхзадачи я просто уже не могу, уже башка как бы не такая. А какие-то там локальные, ну это не то, чтобы очень интересно было этим заниматься. Поэтому я как бы весь ушел в популяризаторство. Сам разбираюсь в новых разделах. Это да. То есть я сейчас, например, взял курс на степике о теории гомологии. С радостью его изучаю. Уже почти треть изучил. Думаю, что за год добью его до конца. Ну, в общем, довольно сильно свое понимание расширяю о математике собственной. Но именно того, что уже сделано. Да. А здесь преподаваться не должен? Да я нигде не хочу преподавать. Мне нравится вот так. Приехал, лекцию провел, а дальше повесел, честно говоря. То есть это вот как бы мой любимый стиль. Потому что когда преподаешь, ты сталкиваешься с какой-то унылой повседневностью. Нужно там что-то заполнять. Там нужно, ну не знаю, нужно, как это, ну мотивацию на одну лекцию всегда находишь в людях. А чтобы на много лекций подряд, это всегда сложно. Но я это не умею. Я знаю своих коллег, которые отлично это делают. Вот. Ну вот я, так сказать, единственное, что я делаю регулярно, единственное, что я делаю регулярно, это я веду кружок в лицее, в фистех лицее, в Долгопрудном, у седьмых классов. Ну там прям звездные детвора. Там как бы от них не устанешь вообще ни разу. Вот. А так я езжу вот именно с лекциями, которые показывают, что вот математика, блин, это ужасно красиво, да? А дальше уже каждый человек сам. Он если видит, что она красивая, значит он начинает ей сам заниматься. Вот. Так что вот я, да, честно скажу, что регулярно преподаванию они, видимо, не способны просто. Да? Да. О, это когда Витя сорганизуется. Я вообще ему намекаю, что это круто и вообще пусть снова созывает. Вот. То есть я всегда за, в любой момент прибегу, с удовольствием снимусь. Ну вообще я как бы всегда обращаюсь ко всем вот ютюберам остальным. Я очень люблю коллабы. Все как кроты в своих норах сидят. Почти никаких коллабов нет, да? А я один гуляю по всем каналам. А они все в своих норах. Так вот это неправильно. У нас должно быть сообщество ютюберов. У нас должны быть как бы, ну, ну, годит даже, я не знаю, что-то типа профсоюза, да? Но вот сейчас вышли. Вышел закон, по которому с 1 июня мы все преступники, вне закона, мы государственными преступниками станем с 1 июня. Потому что мы без лицензии занимаемся просвидительством. Но вот если бы у нас было какое-то такое вот серьезное сообщество, в котором был бы таран, да? Такой таран. Мы бы с этим тараном смели этот Минобор нафиг с его законами и все. А не наоборот. А так получается все наоборот. Ну, как известно, да, разделяя и властвуй. То есть я все призываю, что ютюберы должны быть силой, пучком. А не каждый там со своим ЧСВ сидеть и что-то делать. Ну, пока это все так себе. Вот. Да? Кто? Нет, это же дружеская перепалка. Это специально все, чтобы поднимать просмотры, делается. Так, еще кто? Да? Смотря что называть другими странами. Белоруссия – это другая страна или нет? Ну, да. Значит, я сам не рассматриваю, честно скажу, что я не рассматриваю страны бывшего СССР как другие. То есть для меня это все одна страна. Как Егор Летов сказал, где-то в какой-то момент Егор Летов в интервью сказал, ну, придумывали каких-то России, Украин там, не знаю, в Армении. Ерунда, есть одна страна, и все, это все выдумки. Вот. Это вот примерно мое восприятие реальности. То есть это не империализм совершенно. Просто это одна страна по факту. Ты приезжаешь в Минск, там те же люди. Приезжаешь на Донбасс, там те же люди. Приезжаешь там в Двилиси. Да, в общем, тоже те же люди. Ну, может, чуть-чуть хуже на русском стали разговаривать в последнее время. Но это исправимо. Вот. Ну, то есть как бы я не вижу здесь никак. Я в Ригу приезжаю, у меня сидит 200 человек в зале, все говорят по-русски и с удовольствием меня слушают. Подходит декан, говорит, я вас очень приглашаю в Рижский университет. Очень приглашаю выступить. А его заместитель говорит, так ему не дадут. На русском будет, ему не дадут. Нет, я все организую, будет на русском делать. Все как нужно. Вот. Ну, то есть как бы надо понимать, что на самом деле русский язык есть, и там, где он есть, там и математика будет. Ну, то есть все просто. Вот. Поэтому, да, я езжу с удовольствием по этим странам. Но по странам дальнего вот этого настоящего зарубежья, я не езжу, потому что, ну, сейчас понятно почему, а до этого потому что довольно сложно организовать. Меня много раз звали в Америку с лекциями, говорили, что там тысячу русских в одной аудитории вот просто вот так организуют. То есть вопросов никаких нет, там тоже есть русский язык. Типа одно письмо пришло, которое было заглавлено так. Америка это часть русского мира. И восклицательный знак. Дальше. Алексей Владимирович, мы зовем вас в Нью-Йорк, мы для вас соберем огромное количество русской диаспоры, ну и так далее. Но это все сложно, это визы какие-то, да, там это, ну, я чего, в Минск приехал и все, и уехал. А в Грузию то же самое. Я приехал, потому что они повалили мне визу мгновенно, прямо в аэропорту. И тоже я здесь. То есть я не хочу геморроя вот этого, связанного с этим получением визы. Но в Ригу исключение сделал. Потому что я хотел свозить жену, и детей мелких показать. Поэтому мы все вместе прям специально для этого загранпаспорта сделали, у нас их не было. И мы сделали ради того, чтобы съездить в Ригу. Оформились и поезд, Москва-Рига, да. Вот. И приехали на поезде, очень клево. Вот. И, соответственно, там вот была эта лекция. Но нюансы есть. Приглашающая сторона очень долго не мог договориться ни с каким залом. Потому что люди не понимали, как это так приехал, и просто так читает лекцию. А зачем ему это нужно? Наверное, какая-то цель. Нет, что-то мы, наверное, на это не пойдем. Да. Ну или давайте там очень много денег за аренду зала, да, если уж так. Ну, в общем, в результате все равно зал пришлось арендовать. Для материковой, настоящей России, это нонсенс. Ты приезжаешь в любой город, тебе дают зал бесплатно, там тысячу залов на выбор бесплатно. А там все начинают, а, кто такой, а почему он приехал, да? Ну, может быть, если бы много раз съездить в Ригу, то уже бы было это по накатанной. Но это бы означало, что Россия возвращается туда просто. В таком высшем, настоящем смысле слова. Вот. Но пока действительно там вот этот вот какой-то такой странный способ поведения, он немножко проник уже в те области. Но людей там наших полно. Так что я всегда с удовольствием в Таллинн. С удовольствием там целый клуб есть, там любители Саватеева. Так что если позовут, то, конечно, приеду. Ну, когда вся эта фигня закончится. Ташкент ждет очень сильно. В Ташкенте 3 миллиона человек и 120 тысяч полностью русскоязычных. 120 тысяч, понимаете, да? Что это такое? Это нормальный немалый русский город. И мы полностью их игнорим. Полностью. Вот из тех там могут взять их все вообще себе. Просто там из них, не знаю, 10 тысяч крутейших чуваков. Чуваков, ну там работа, понятно, нигде не ведется. Работа нигде, кроме России, не ведется. Вот это надо еще понимать. То есть отдельные учителя только ведут. В Тбилиси отдельные люди ведут. В Ереване есть чуть лучше, но там тоже так себе. В Аку нету. То есть мой канал. То же самое во всей Прибалтике ничего нет. Матшколы все разрушены. Хотя это была лучшая школа, которая только была в Риге. Вот там они постоянно все союз побеждали оттуда. Вот. Сейчас все. Ничего нет. То есть это как бы математическая элитная деятельность ведется только на территории Российской Федерации и всего русскоязычного мира. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но, по крайней мере, нам, конечно, надо продолжать ее вести. Поэтому, простите за политическую подоплеку, когда Захар Плейпин говорит, что все школы должны быть одинаковые. Ответ только один. Ты хочешь разрушить то, что работает. Последнее, что работает, это работает наше хорошее элитное образование. А ты хочешь и его тоже разрушить. У нас массовое разрушено полностью. Работает элитное, да? А ты хочешь его разрушить. То есть тут самое главное не трогать того, что есть. Вот. Ну вот, ладно, это так. Это небольшой экскурс в политику. Так, кто еще? Да. Да, я болею за клуб Локомотив. Но, в принципе, если честно, я совершенно забросил уже это боление. Даже уже не знаю, кто у нас на воротах стоит. Стоял Гильермия когда-то. Все, да? А. Вот. Ну, в общем, я немножко забросил это. Когда начинаются какие-то соревнования, я всегда болею за нашу сборную. Ну, потому что надо же за наших болеть, хотя они не очень хорошо иногда играют. Вот. А, значит, за Локомотив, да, я отслеживаю чуть-чуть. Раз в месяц я смотрю, что происходит. Но раньше я прям ездил там на матчи выездные даже здесь. Вот. Да. Что? Да, если он проснется. Он как-то в некоторые моменты вдруг просыпается и говорит, Леша, как давно ты не был? Быстро, быстро приезжай. Мы сейчас все организуем. Я говорю, так в ближайшем месяце уже нет ни одного дня. Ух, хорошо, давай через месяц. Мы дату назначаем. Максим просыпается за три дня до этой даты и опять начинается та же история, что у меня уже все занято. На самом деле он не предупредил за неделю, да, как мы договаривались, допустим. И опять все забито. То есть у нас проблема с Максимом такая. У него очень короткий горизонт планирования, а у меня жутко длинный. И очень трудно из-за этого состыковаться. Мне нужно, чтобы мы сегодня договорились, что 10 октября этого года я приду к нему и проведу занятия. Он не способен на такой отрезок времени планировать. Ну и никто почти не способен. А у меня это объективная реальность. Я сегодня не могу принять раньше 10 октября ничего, потому что до этого все полностью забито. Ну вот такая ситуация, да. А так я очень хорошо к нему отношусь. У нас с ним куча коллабов была и будет наверняка еще. В общем-то я не знаю, к кому я плохо отношусь. Никому из наших топовых математических блогеров я плохо не отношусь. Ко всем отношусь очень хорошо. И коллабы у нас есть со многими из них. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ